Здравствуйте! С вами на связи преподаватель учебно-культурного центра Тенса и Гавко. И сегодняшний урок – грамматика. Сегодня мы будем изучать первую грамматическую конструкцию «Ва-дэс». Давайте рассмотрим следующее предложение. Из предыдущего урока по лексике мы уже знаем, что «Ва-дэс» означает «я». Далее идет частица «Ва». Это грамматическая частица. Она ставится после существительного, которое является темой разговора или подлежащим. Частица «Ва» не переводится. Далее идет имя и затем «дэс» или «дэссу». Это связка, которая означает «есть», «является», «представляет собой» и ставится в конце предложения. В настоящее время не обычно не переводится. Обычно существительное, после которого стоит «дэсс» является сказуемым. Хотелось бы обратить ваше внимание на следующий момент. В предложении в слове «дэсс» – «дэссу» буква «у» стоит в скобках и не произносится. Почему? Мы знаем, что в согласных буквах японского алфавита два звука. И нужно было бы произносить слово «дэссу», проговаривая также и букву «у». Дело в том, что часто во время разговора буква «у» редуцируется. То есть, если сказать простым языком, просто проглатывается и не произносится. Хотя полный вариант произношения, конечно же, тоже существует. Итак, данное предложение переводится как «я Ирина», «меня зовут Ирина». Или Также в этой грамматической конструкции вместо имени можно употреблять название профессии. Например, То есть вместо картиночки мы называем перевод. Я учитель. Я студент. Итак, упражнение 1. Попробуйте самостоятельно составить предложение, подставляя вместо картинок слова по-японски. Спасибо. 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 Давайте рассмотрим следующее предложение. Ваташи ва – Россия Джин Дэс. Конструкция та же, но вместо имени или названия профессии мы можем сказать и о национальности. То есть Ваташи ва – Россия Джин Дэс означает «я русский», «я русская». Пол говорящего будет понятен из контекста. И, как понятно из предложения, чтобы назвать по-японски какую-либо национальность, нужно к названию страны добавить «джин», что означает «человек». Давайте попробуем составить следующее предложение. То есть вместо картиночки мы подставляем название страны, добавляем «джин». Продолжите упражнение 1 вместо картинок, подставляя название стран по-японски. А теперь по картинкам самостоятельно составьте предложение по следующим примерам по-японски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова На этом наше занятие окончено. Желаем вам успехов в изучении японского языка. До встречи в следующих видеоуроках. Более подробную информацию о других программах обучения японскому языку в учебно-культурном центре Tensi.co.ru Вы можете получить на сайте www.tensi.co.ru А также вы можете подписаться на данное видео, чтобы получать следующие уроки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok